здравствуйте уважаемые дамы и господа меня зовут дмитрий солодин на своем канале рассказываю про инвестиции и трейдинг и сегодня мы рассмотрим такую тему как торговля в штатах предлагаю сегодня разобраться стоит ли идти торговать штаты какие есть плюсы и какие есть минусы на американском фондовом рынке на мой взгляд это конечно большой выбор ликвидных инструментов для торговли совершенно очевидно что сша это мировой финансовый центр и практически все крупнейшие публичные компании в мире имеют листинг на одной из американских бирж отсюда большой выбор по-настоящему ликвидных инструментов а на нашем же рынке более-менее ликвидных акций ну ну штук 10 ну ладно может 20 не больше и причем почти все они из нефтегазового сектора других же секторах полное отсутствие выбора который очень нужен на самом деле например при составлении инвестиционного портфеля предположим хочу я добавить несколько банковских бумаг в свой портфель на российском рынке начинаю искать а так их всего два до один хороший один плохой это сбербанк и втб выбрать особо нет у нас только одна банковская бумага для инвестиций но банки еще хотя бы есть в принципе ну один но есть а вот с высокотехнологичными фишками совсем плохо я сам люблю выискивать перспективные высокотехнологичные компании для инвестиций кстати на моем канале много видео есть на эту тему рекомендую посмотреть эти видео и вот меня постоянно спрашивают что же в дмитрий только зарубежной компании рекомендуете рассматриваете а как же наши акции и я вот буквально недавно взялся рассматривать наши высокотехнологичные компании из публичных нашел прямо скажем немного к более-менее интересным отнес mail.ru яндекс но думаю ладно 2 еще неплохо а тут выясняется что листинг у этих двух наших внимание наших компаний тоже за границей и купить на нашем рынке можно лишь их адрки что подтверждает уже сказанное мною перспективные компании всегда будут стремиться выйти на листинг штатах или лондоне ну или на крайний случай в какой-нибудь сингапур второй плюс на мой взгляд это доллар на американских фондовых площадках торговля происходит в долларах сша то есть таким образом наши накопления хранятся в долларах постоянно а это на мой взгляд предпочтительно чем рублях почему понять не сложно достаточно взглянуть на график рубля посмотрите на график тут и объяснять ничего не надо рубль практически все время только делает что обесценивается к доллару за исключением очень редких периодов времени последнем году вообще можно было не торговать а просто перевести накопление в доллары и наслаждаться валютной переоценкой у меня есть знакомые которые несколько лет назад кто-то там два года кто-то пять открыли брокерские счета штатах перевели туда деньги но по той или иной причине не торговали ну или торговали очень неактивно так вот они вообще не пожалели об этом своем решении открыть счет и перевести средства в доллары потому как именно таким несложным трюкам им удалось сохранить свои сбережения накопления ну а что было бы если средства остались бы в рублях в россии по их собственному же мнению и признанию почти наверняка они бы отнесли в банк на рублевый вклад под хороший в кавычках до процент ну сами понимаете чтобы из этого вышло вернемся к нашему доллару если к этому росту курса доллара против рубля прибавить еще и процент от роста самого рынка то тут уже совсем интересная картина получается поэтому когда ко мне приходят ученики и говорят дмитрий а можно ваши стратегии применять на нашем рынке на российском я говорю конечно можно но зачем зачем торговать мало ликвидными активами в нестабильной валюте если можно легко получить доступ к зарубежным торговым площадкам и избежать этих рисков третий важный момент это вечернее время работы из-за разницы во времени со штатами торги происходит вечернее время но данный фактор может для кого-то быть плюсом а может для кого-то быть минусом например жители европейской части нашей страны могут успевать торговать на этом рынке но допустим если вы из дальнего востока то уже проблематично ну у нас страна большая это понятно часовых поясов много я лично живу в европе у меня тут центральное европейское время разница с москвой всего один час я торгую на американском фоновом рынке в основную сессию мой торговый день начинается в 3 30 по моему центральной европейскому времени лично для меня этот факт все-таки немножко негативный ну понятно да вечером хочется провести время с друзьями семьей ну это вообще вечер это время для отдыха они для работы но вот буквально недавно я общался с одним трейдером с которым обсуждали время работы бирж и он выдал интересную идею что торги вечернее время это большой плюс а для тех людей которые имеют основную работу и которые хотят но не могут в течение дня торговать торговлю на американской бирже может стать отличным вариантом то есть если вы освоите какую-то среднесрочный режим торговли где вы тратите на торговлю не очень много времени тогда вы сможете успевать после работы это делать но вот так и получается что вечернее время работы бирж это и плюс и минус одновременно да кстати нужно упомянуть что есть еще всякие там глобальные фьючерсы на товары на валюту так далее которая торгуется практически круглосуточно там например на глобокс ими тоже можно торговать в удобное для себя время но все-таки основная торговая сессия штатах это именно наше вечернее время ну а теперь давайте перейдем к минусам первые и самые очевидные это то что торги штатах неразрывно связано с английским языком мало того что брокерский счет надо открыть да тут еще пол беды у многих брокеров есть русскоязычная помощь при открытии счетов так там еще и торговать надо терминал на английском языке алерты всякие тоже на английском если вдруг какие-то непонятки с позами поддержка тоже англоязычная потом ведь чтобы торговать надо как-то погружаться в новостной фон обзоры смотреть статистику изучать отчетность опять же таки так далее есть конечно что-то переведенный на русский язык но это капля в море на самом деле что на это можно сказать учите ребята язык английский язык вообще полезная штука а в трейдинге она просто необходимая кстати изучение языков отлично развивает мозги как утверждают ученые так сказать профилактика старческого маразма про себя могу сказать что английский у меня был очень слабый на уровне школьных знаний ну такой знаете когда склонение глагола to be мы каждый год заново учили наверное мы все учились похоже школах и вот с этим английским я пришел на биржу штаты причем именно свой первый счет и открывал без русскоязычной поддержки но уже тогда был google translate вполне неплохой и большое желание торговать штатах тоже имелось язык я сейчас учу это такой долгий вялотекущий процесс который не останавливается и сейчас вполне уверенно себя чувствую в англоязычном трейдерском пространстве когда разберешься со специфическими трейдерскими терминами узнаешь часто используемые аббревиатуры там и так далее в отчетах становится намного проще по этой самой причиной собственно говоря я и стараюсь своих видео рассказывать разные полезные вещи про американские рынки потому что сам знаю что информации на русском языке очень мало людям часто она требуется второй большой минус это процедура открытия брокерского счета я не сказал что это какая-то там невероятно долга или сложную процедуру совсем нет но определенные усилия для открытия счета приложить придется надо отдельно упомянуть что не все американские брокеры сейчас открывают счета россиянам но такие брокеры есть и среди них много вполне достойных каков процесс открытия счета вкратце примерно такой же как при открытии банковского счета надо заполнить анкету предоставить документы подтверждающие резидентство документы подтверждающие легальное происхождение денег тут брокер обычно устраивает просто выписку из банка что деньги в принципе есть по их логике не хорошие деньги банк просто не возьмет подписывайте бумагу что вы не налоговый резидент сша так называемая форма w8 когда счет откроют его нужно будет пополнить по своему опыту и в процессе наблюдения за своими друзьями учениками это самая непростая часть его процесса так как наши власти ужас как не любит выпускать денежки из нашей страны но если подойти с умом и в соответствии с законом то все должно пройти гладко потому что ничего нелегального выполнения собственного брокерского счета нет и быть не может пока это по крайней мере операция законная отдельно нужно отметить что многих пугает необходимость постановки на учет налоговые этого счета тут могу сказать что такой обязанности на самом деле нет потому как брокерский счет не приравнен банковскому но налоги платить придется а это уже следующий пункт нашего списка конечно же сама по себе уплата налогов это не минус это суровый реальность жизни если вы живете в россии являетесь ее валютным резидентом то и налоги от прибыли на фондовой бирже вы должны платить тоже в россии неважно американская это биржа или лондонская или корейская причем в штатах налог на прибыль вы не платите поскольку вы не являетесь американским резидентом ндфл по этим операциям вы должны уплачивать самостоятельно так вот основной минус валютной переоценки эта процедура достаточно трудоемко я сам много лет живу в андоре являюсь ее налоговым резидентом в андоре просят похожую отчетность и тоже есть валютная переоценка у нас тут евро в штатах доллара я бы не сказал что меня это особо напрягает скорее такие технические моменты которые при желании можно легко решить следующий минусу можно отнести размер счета я честно говоря не знаю какой сейчас минимальный порог для открытия торгового счета на российском рынке думаю все зависит от брокера штатах вообще некоторые брокеры с недавних пор не требует какой-то минимальной суммы для доступа к торговле ну или там что-то совсем небольшое вроде там 2000 долларов но вы должны понимать что в сша во время торговли у вас есть определенные издержки которым мы не особо привыкли например россии не принято платить за котировки штатах эта информация не бесплатная но хочу вас обрадовать для физических лиц она не очень дорогая ну что-то пределах 10 долларов в месяц но и другие подписки тоже понадобятся там какие-то новостные ленты и так далее плюс к этому обычно есть минимальные месячные комиссионные это тоже в районе 10 баксов в месяц так называемая плата за неактивность поэтому конечно маленькие счета там открывать невыгодно но я думаю это везде так в россии в том числе на мой личный субъективный взгляд минимальная сумма с которой стоит идти штата это 10 тысяч долларов меньше не стоит лучше больше потому как много именно дорогих интересных инструментов например вы торгуете фьючерсами и один из самых популярных контрактов это индекс s&p 500 гарантийное обеспечение для открытия одного контракта этого фьючерса составляет примерно 5000 долларов при этом нужно понимать что вес данного контракта составляет примерно 130 140 тысяч долларов если у вас будет очень небольшая сумма вы либо будете залазить в очень большие плечи так называемые то есть у вас будет очень большой риск либо все-таки второй вариант это нужно иметь достаточно большой депозит чтобы ваши потери потенциальные были соизмеримы с вашим счетом другой пример вы собираетесь активно торговать акциями внутри дня по правилам day trading rules на счету должно лежать не менее 25 тысяч долларов к счастью для фьючерсов таких ограничений нет поэтому у россиян этот рынок более популярный чем торговля акции в итоге что я думаю по этому пункту размер счета в данном случае это не минус а просто такая суровая реальность жизни американский рынок более профессионален и соответственно требует больше средств для торговли вот и все ну вот вроде и все что пришло мне в голову по поводу плюсов и минусов торговли сша давайте еще раз посмотрим на них кстати если кто-то может вспомнить еще какие-то важные плюсы и минусы напишите пожалуйста их в комментариях и мы это обсудим на мой личный взгляд первые три плюса легко перевешивают все возможные минусы работы на американских фондовых площадках поверьте ничего там особо сложного и страшного нет лично я на своем канале буду рассказывать об этом рынке потому что сам торгую на нем ну а на сегодня это все с вами был дмитрий солодин подписывайтесь на канал ставим лайк включаем колокольчик чтобы не пропустить ничего нового если у вас возникли вопросы пишите в комментариях можете приходить ко мне на прямые эфиры где можно задать вопрос и сразу получить ответ всем удачи всем пока